Здравствуйте! Ровно неделя прошла со дня самого крупного пожара в истории Хакасии. Как республика пережила эти дни и как будет идти восстановление? Об этом сегодня в нашем выпуске. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деньная ситуация влияет на бюджет. Минфин готовит поправки в главный финансовый документ республики, а депутаты считают необходимым ввести налоговое послабление. И как противостоять стихии? Виктор Зимин озвучил идею создания новой структуры. Трагедия 12 апреля определила жизнь республики на весь предстоящий год. Теперь все будет подчинено тому, чтобы ликвидировать последствия случившегося, а главное извлечь из трагедии нужные уроки. Итак, вначале коротко напомним известные на сегодня последствия пожара. Стихия затронула 40 населенных пунктов на территории 6 районов республики. Огнем уничтожено или частично повреждено 1285 домов. То есть без жилья осталось почти 5000 человек. Для их размещения было развернут 21 пункт. В первые сутки огонь тушили 6000 человек, включая добровольцев. Работало 1300 единиц техники. Помимо частных домов сгорело 9 социальных объектов. Две школы, два фапа, клуб, библиотека, детский лагерь «Чайка», Центр технического творчества и Центр дополнительного образования. Потери сельского хозяйства следующие. В огне сгорело более 10 тысяч голов овцы, крупнорогатого скота и лошадей. 80 единиц техники. В общей сложности пострадало 65 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. И более 600 личных подсобных хозяйств. Пожар лишил многие села электроэнергии. Так в огне сгорели более 600 опор с проводами. Для их восстановления в Хакасию прибыло 11 бригад с Кузбасса и Красноярска. За неделю энергетики выполнили годовой план по восстановлению сетей. Цифры не окончательные, они меняются практически ежедневно. Всю неделю республика узнавала и данные о жертвах трагедии. Сначала было известно о 15 погибших. К концу недели их стало вдвое больше. Судьба еще двоих человек неизвестна. Примечательно, что скорбный список не обнародован и широкая общественность до сих пор не знает имена сгоревших людей и обстоятельства их гибели. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а тем, у кого сгорели дома, жилье восстановят к 1 сентября. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии с россиянами. От имени всех пострадавших вопрос президенту задала жительница села Верхбеджа Надежда Макарова. Вернее, это был даже не вопрос, а крик о помощи. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У нас такой вопрос. Вот я, Макарова Надежда, у нас в деревне сгорело 8 домов. Два дома сгорели. Дом один отстояли. У нас такой вопрос. Будет ли нам вообще какая-нибудь помощь людям? Потому что у людей вообще ничего не осталось. Им очень сейчас тяжело. Надежда Макарова получила возможность задать вопрос президенту совершенно случайно. За день до прямой линии к ней обратился федеральный корреспондент и предложил записать видео с вопросом к Владимиру Путину. Надежда согласилась, не раздумывая, но сделала это не ради себя. У женщины в огне сгорели только надворные постройки. Просила помощи для соседей. В Верхбеджа огнем уничтожено 8 домов. Десятки людей остались без жилья. Они же мои соседи, как не попросишь за них. Скажите, пожалуйста, почему в конце видео вы заплакали, как и сейчас? Потому что это очень страшно. Плакала, рада была, что мой вопрос дошёл. У Надежды трое детей. Младшему всего пять лет. Все они лишь чудом не пострадали. Во время пожара во дворе сначала загорелось сено. Затем огонь перекинулся на сарай. Они полностью сгорели. Коров и свиньи удалось спасти. Сейчас животные находятся у родственников. Куда их девать было? Вот их сюда перегнали. Это огород нашей соседки. Она вот место выделила. Затем загорелись теплицы. Супруги Макаровой тушили их подручными средствами. В результате сам дом удалось отстоять. Немного обгорела только строящаяся летняя кухня, на которую пришлось взять кредит. Надежда Макарова рассказывает, когда услышала ответ президента на свой вопрос, почувствовала, что теперь есть надежда на будущее. Ну а её родные гордятся тем, что именно их мама передала боль всей Хакассии, руководителю страны. Я почувствовала, что у нас Путин услышал, что он поможет нам. У меня радость была. Я хотела бы маме сказать, что она у меня молодец, умница. Ну, как бы тоже слёзы побежали, вспомнил сразу всё. Спасибо, благодарность. То, что может нас увидеть, вспомнить про нас и сделать, построить дома. Ответ президента ждала вся республика. Своими силами, с последствиями пожара 12 апреля людям просто не справиться. Сгорело большое количество домов, действительно. Нужно будет где-то 2400 домов построить. Это потребует денег из федерального бюджета, где-то примерно 5-6 миллиардов рублей. А вся эта система помощи где-то ещё миллиард-полтора. Но всё это требует тщательного подсчёта. Основные, ну не основные, а вот первоначальные деньги должны быть выплачены в самое ближайшее время. Уже в пятницу поступил первый транш в 660 миллионов рублей. Ожидается, что в ближайшие дни начнутся первые выплаты пострадавшим. Анна Ахпашева, Виктор Буров, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия. События недели. Ответы президента многим дали надежду, что все обещания, данные властями, действительно будут исполнены. Объём работ предстоит колоссальный. Так несколько сёл были буквально стёрты с лица земли. Наибольшие потери понёс Аджаникидзовский район. Здесь огонь уничтожил две деревни – Кагаева и Кожухова. По свидетельству очевидцев, оба села сгорели буквально за 30-40 минут. Пожарные к ним не успели бы, да и некому было успевать. Все расчёты были на тушение огня в районном центре. Мы побывали в сгоревших сёлах, и вот в каком состоянии их нашли. Граждан цена им будет, если они нас сбросят. Войны не надо. Пусть поднимают всё. Им остались только слёзы. Жители деревни Кагаева смотрят и не верят своим глазам. Вся жизнь превратилась в пепел. Охранять больше нечего и некого. Душевная боль такова, что люди даже не замечают холодный ветер со снегом, хотя на них нет тёплой одежды и обуви. История у всех похожа, но это не умаляет глубину личной трагедии каждой семьи. Как дальше жить нам? Всё хозяйство, вот всё, остались при своих интересах. Всё, что нажито, вот всё, что были, вот босиком все повыскочили, повышли. Мы-то не на сто тысяч потеряли, мы больше потеряли. Все постройки, всё, всё. Из пылающей деревни в панике бежали люди и животные. И если сельчане смогли выехать на машинах, то лошади, обезумевшие от дыма и жара, мчались к реке и попадали в самое пламя. Обгоревшие животные выжили, но лучше бы они погибли, чем терпеть такие мучения. Ветеринары не дают никаких гарантий. Самый любимый конь мой. Вот всех больше сгорел. Своего. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Глаза позгорели, пообожглися вся шкура, вот всё позгорело. Ну, грудь вот всё сгорело. Её уже не вылечишь, она что, воспалилась вся. Из 60 с лишним дворов в Кагаево уцелело только 4, каждая из которых теперь островок жизни. В доме учителя Светланы Гошковой работник сельсовета составляет социальные паспорта. В летней кухне Надежды Кургачёвой почтальон раздаёт пенсии. Сюда же привозят продукты и питание, которые собрали жители окрестных деревень. А как вы будете делить вот все эти продукты? Всё, ничего не делим, всё оптом. Все вместе. Кто остался у меня? Да, варим. Кто желает, сам как дома. То есть, на ваш взгляд, всё-таки ситуация как-то можно было? Можно было, всё равно можно было. Если была бы у нас здесь помощь, можно было бы остановить. Были бы пожарные, были бы у нас вода. Первая пожарная машина приехала, когда уже деревня сгорела. Деревня горела 32 минуты. Не приехали пожарные и в Кожухово. Именно эта деревня потеряла в огне троих человек. Двое из них – это местные жители Максим Черкашин и Римма Гаранина. Ещё женщина приехала в гости из-под Синева. Её личность устанавливается. Девушка и парень, как известно, пытались бороться с палом и погибли на этой сопке. Пётр Фёдоров вывозил их тела. Дядя Петя, поехали, там горят. Кто горит? Люди горят. Ну и на машину, и туда. Приехали, они уже сгоревшие и ещё дымятся. Жутко дело. Не мы выйдем. В Кожухово осталось только два старых дома. Село тянется на два километра между железной дорогой и рекой Июз. Люди бежали. Это был коридор их жизни, можно так сказать. И так как людям некуда было деваться, здесь был огромный пожар. Они прыгали с маленькими детьми в яр, в реку, в ледяную воду и сидели там очень долгое время. Они не могли выкарабкаться даже наверх. У нас одна девочка переплыла реку в ту сторону и назад. Она вышла, была мокрая. Она только поднялась на дорогу, она уже была сухая, потому что температура была в деревне. Общий сход проходит на руинах сельского клуба. Спустя двое суток после трагедии людям наконец объясняют, каковы масштабы бедствия и на какую помощь можно рассчитывать. У главы района тоже есть вопрос к сельчанам. Где им строить новые дома? Это будет сейчас зависеть от вас. В Кагаево однозначно решили, что да, потому что там очень много скота, фермеры и так далее. Вот по вам, вот сегодня вы должны решить. Большинством голосов, если да, то да. Ну и завтра будут дети у вас здесь, кто будет в эту школу ходить или не будет. Четко проголосуйте. У меня только четверо родителей. С первого раза жители Кожухова не смогли определиться, оставаться на пепелище или переехать в соседние деревни. В отличие от них, в Кагаево единодушно решили, деревня будет возрождаться на прежнем месте. На примере одного района можно понять весь ужас катастрофы, охватившей республику. Очаги возгорания возникали одновременно. Их было много и тушить огонь было просто некому. Вот как разворачивались события в Аджиникидзовском районе. Первый пожар случился в 9 утра в селе Июз. Затем загорелась постройка в селе Копьёво. Это рядом с райцентром. После 12 возник пал западнее самого райцентра поселка Копьёво. Затем уже с восточной стороны загорелась постройка рядом с газовым участком. Возникла реально угроза взрыва пропана, поэтому туда были брошены все силы. К счастью, к тому моменту огнеборцы, тушившие утренние пожары, уже вернулись. Самое интересное, что у местной службы 0-1 было всего 3 машины. И в это же время, знаете, кто руководил этим всем, с обратной стороны, с юго-западной, пришел степной пал со стороны села Кагаева. В Кагаеве были, видели там все это. Пришел оттуда, он просто шел массово, стихийно, с бешеной скоростью. Потому что пришла у нас сводка, но у нас уже и без сводки было видно, что действительно ветер достигал 25-30 метров в секунду, просто даже с ног сносило и сдувало. Просто масса такая была, огненная масса шла на поселок. В райцентре пламя объялось 7 улиц. И на Кагаева, и Кожухова просто некого было отправлять. Власти запросили помощи у ракетной дивизии и военной части в Ужуре. И пока не подоспела помощь, задействовали все имеющиеся бульдозеры, трактора и даже молоковозы для доставки воды. Военные прибыли к 4 часам по полудни. Ночью подоспели пожарные из Кемеровской области. Общими силами пожар был потушен. В эфире Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Конодакова. Подсчитывая ущерб от пожара, власти Хакасии тут же думают над тем, как максимально снивелировать негативные последствия для экономики. Ущерб в сельском хозяйстве, к примеру, оценивается в 610 миллионов рублей. Фермеры остались без поголовья построек и техники. Кто-то отчаялся и готов закрыть дело. Кто-то не собирается опускать руки, но надеется на помощь властей. Какой она будет, Виктор Зимин рассказал на встрече с аграриями. Одно дело восстановить после пожара дом и личное подворье, и совсем другое – возродить целое хозяйство, которое дает работу десяткам сельских жителей. Некоторые крестьянско-фермерские хозяйства огонь просто стер с лица земли. Аграрии переживают, как им теперь отчитываться за гранты Минсельхоза. Ничего не осталось, смысла нету дальше проводить это все. А я также получил грант, все получил. У меня вот это вот, спокойно, что как бы не было того, что я ничего не смогу, а с меня потом начнут требовать. Мы тоже в прошлом году получили грант в малом поселении, это у СВК, в котором практически тоже весь сгорел. Но мы сохранили поголовье, у нас погибла только одна корова с теленком. Но сгорел дом, где вот собралось жить, расселять работяк. И денег нету, и дома нету. Господи, давайте так, господи, давайте еще один грант сделаем. Но самый острый вопрос – это погашение долгов по субсидиям перед сельхозпроизводителями. Проблема тянется с 2013 года. А между тем, погорельцам сейчас так важны любые деньги. Через неделю у меня уже некуда будет теляк ставить, а через две недели у меня некуда будет в родилке ставить. У нас сейчас родилку построить за две недели, а это стоимость 5 миллионов. И хотя бы сейчас Минфин, чтобы отдал нам субсидии. Сколько там денег будет? В 12-й год мы уже отработали, вот, я вам докладывал, да? И 13-й осталось 6-7 сотен. 6-7 сотен. Да не вопрос. Принимайся. Принимайся. Хорошо. Позиция руководства региона однозначно. Пострадавшие хозяйства получат фору по всем фронтам. Им предоставят бесплатное топливо для начала пассивных работ, семена, а также материалы для строительства телятников и других построек. Сейчас главное понять, что и в каком объеме требуется агрария. Я не ищу, почему сегодня крайних и не предлагаю вам этим заниматься. Сейчас нужно наоборот консолидироваться, стать одной семьей, выживать, восстановить до конца года поголовье, чтобы у нас не прозвучало, даже в головах ни у кого не отложилось, что мы пойдем на потерю поголовья. О приоритетном внимании к сельскому хозяйству говорит тот факт, что Виктор Зимин решил сам стать куратором вопроса по оказанию поддержки пострадавшим фермерам. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, События недели. Встретился глава Хакасии и со строителями. Им предстоит уже завтра начать подготовку к возведению новых домов. В приказном порядке всех на стройку губернатор не отправляет, но просит протянуть руку помощи. Две тысячи домов мы должны построить до первого сентября. Я сегодня дал это слово президенту, что наши дети первого сентября под школу из своих домов. Чтобы уложиться в запланированные сроки, нужно как можно раньше начать восстановительные работы, добавил губернатор. В понедельник я уже на столе имел список, кто пошел на заступок. Министр в вашем распоряжении. Уже наверняка решили включиться в процесс 74 организации республики. Изъявили желание помочь и соседние субъекты. Вчера был разговор с президентом Союза строителей Сибирьи Фокина. Он живет в городе Барнауле. И он готов построить до первого сентября 400 домов. В свою очередь глава республики пообещал всеми силами поддержать строителей. Технику будем давать. Я буду давать с министром обороны. Готов нам помогать. Расчистка, воска, воска, распортировка людей. Буду палатки вам просить, чтобы вы хотя бы на временке не тратились. Между тем, пожалуй, самый главный сегодня вопрос – это снабжение бригад стройматериалами. Есть немного кирпича. Есть, конечно, и железобетон. Панели, заводы работают. Пенобетон, газобетон. Подключается у нас и Красноярский край. Соседи уже изъявили желание. Поставки предстоят немалые. Сегодня важно определиться, какие именно материалы нужны. Виктор Зимин поставил задачу согласовать все строительные проекты до 20 апреля. Профильное министерство уже предлагает ряд вариантов. Легкие стадли конструкции типа ЛСКК. Он работает очень быстро. Также рассматриваем конструкции из домов и технологий и съемной опалубки. Есть у нас проект по домам и стенобетона, сборной щитовой дома и сборной железобетона. Один населенный пункт – это один тип конструкции. Наиболее приемлемые – это материалы, которые изготовлены из негорючих материалов нового поколения. В Новосибирской области недавно запустили, уже год он работает, этот завод в Искитиме, который стеновые материалы выпускает негорючими. Но они в то же время довольно теплые и долговечные. Все возведенные дома должны быть благоустроенными. В основном подача воды будет осуществляться через индивидуальные скважины. Там, где пробурить их невозможно, проведут централизованные сети. Что касается квадратуры, то в этом плане вопросов возникнуть не должно. Все будет делаться строго в рамках закона. Для одиноко проживающих граждан будет площадь 33 квадратных метров. Мы должны восстановить швейер. Если два человека, то это 42 квадратных метра. Если семья из трех и более человек, то это 18 квадратных метров на человека. В свою очередь глава республики отметил, в приказном порядке отправлять на стройки он никого не намерен. Каждой компании необходимо реально оценить свои возможности и только тогда протянуть руку помощи. Ведь организациям, которые не будут справляться с поставленной задачей, придется покидать объекты. Наталья Громашова, Михаил Окунев, Вести Хакасия, События недели. И рядовые сельчане, и фермеры волнуются по поводу отношений с банками. Многие брали займы, но теперь рассчитываться по ним не могут. Один из главных кредиторов для села Россельхозбанк уже заявил о готовности войти в положение погорельцев. Банк идет навстречу. У нас разработано положение по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем реструктуризацию всем тем заемщикам, которые попали под ЧАЭС. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц сельхозтоваропроизводителей. Стягиваем долги по выплате по кредиту. Соответственно, тот срок, на который мы просчетным путем, он определяется. По крайней мере, не меньше, чем на 12 месяцев. Без повышения процентов? Нет, речи о повышении процентной ставки не идет вообще, потому что мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались люди, в какой ситуации оказались хозяйства. Поэтому, безусловно, повышения процентной ставки не будет. Позиция Сбербанка по данному вопросу пока неизвестна. В этом банке также закредитовано немало сельских жителей из пострадавших территорий. И всех их волнует. Как платить, если ничего не осталось? И можно ли списать долги? В Абаканском филиале Сбербанка пока не предоставили нам комментарий по этому поводу. Горели в Хакасии не только районы, но и дачи вблизи столицы республики. Больше всего пострадало общество Подсиния. Там уничтожено более тысячи участков. Как боролись со стихией и как теперь восстанавливается дачный массив? В материале наших корреспондентов. Подсинские дачи заполыхали в 2 часа дня. На тушение огня было задействовано 3 пожарных машины. Помогали и добровольцы. С огнем боролись с помощью подручных средств. Распространению огня способствовал сильный ветер. Целые кварталы горели друг за другом. Остановить пожар удалось только к позднему вечеру. В огненной стихии сгорело более тысячи участков. С момента пожара прошло 4 дня и на дачном массиве уже начались восстановительные работы. Первым делом налаживать систему водоснабжения. Специалисты меняют сгоревшие трубы на новые. Вода по ним должна пойти уже 1 мая, к началу посадочных работ. Вот мы сейчас запускаем основные магистрали, трехсотку, четырехсотку. Отрезаем, ставим задвижки на эти улицы обгоревшие. И потом их будем запускать поочередно. Так бы мы уже могли... Воду мы можем уже подать сегодня. На сгоревшей территории работают и сами дачники. Они разбирают развалы, вывозят мусор. Те, у кого нет машины, складывают мусор в кучу. Его позже заберут КамАЗы. Работы не на один день. Территория огромная. У пенсионеров Лалетин их в окне сгорели все постройки и кустарники. Во время пожара их на даче не было. Трагедию супруги узнали только после по телевизору. До сих пор душа плачет. Что-то можно такое пережить. Нам не восстановить. Мы пенсионеры. У нас пенсия маленькая. Ковырплата большая. Живем в крупнопанельном доме. На соседнем участке тоже уже вовсю готовятся к новому дачному сезону. Бросать землю не собираются. Территорию уже почти полностью убрали. Сейчас копают яму под новые столбы. Со временем планируют построить новый дачный домик. Сейчас, короче, мы первым делом обнесем. Загородку поставим. Потом, значит, первым делом огурцы высадим в рассаду. Время еще есть. А насчет помидор посмотрим. Потому что у нас еще у сватов дача есть. На материальную помощь из городского бюджета могут рассчитывать только те, у кого есть документы на регистрацию права собственности на дачу и кто там был прописан. Размер выплат 5000 рублей. Деньги небольшие. Но их вполне хватит, например, на восстановление того же забора. Хотя многие дачники и не стремятся получить деньги. Говорят, есть люди, которым они нужны больше. Более 5000 жителей Хакасии вообще остались без жилья. Виктор Буров, Анна Ахпашева, Станислав Колченаев, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. Каждый день в борьбе со стихией и ее последствиями выявлял своих героев. Это те, кто не жалел себя, спасал чужие дома и имущества, выводил раненых из огня. Делал срочную опашку вокруг сел, предоставил свою технику для подвоза воды. Правительство намерено отметить заслуженные награды всех отличившихся. А сегодня мы расскажем о полицейских, которые собой укрыли человека от огня. Он не пострадал, а вот стражи правопорядка получили сильные ожоги. В больнице их навестила моя коллега Наталья Гармашова. Нормальное настроение, хорошее все. Лечат по полной программе. Питание нормально. Я сейчас стал вам в своем отделе привет большой огромный. Большое спасибо. Вы быстрее выздоравливаете. Ну и ждем вас обратно встроить. Вернемся. Сегодня Александр Волкоедов и Виктор Деревцов уже относительно спокойно рассказывают о событиях недельной давности. Хотя в тот момент было крайне страшно. 12 апреля полицейские дежурили на 11-м километре Аскизского тракта. Оповещали водителей, проезжающих машин, об опасности. Со степи надвигался огонь. Доли секунды ветер переменился. И получилось, что над огнем отсекло с двух сторон. И все, и мы остались в огне. Бежать некуда было уже. Вместе с полицейскими в ловушке оказался еще один мужчина – водитель. Он в панике бегал по трассе в поисках пропавшей жены. У нас хоть была форма одежды, а он вообще футболка и штаны не луновые. Он просто возгорел. Ну как бы его накрыли с собой все. Ну рядом так он с нами, вот так вот поджали его, чтобы вал пламени прошел и все. 5-6 метров шел вал огненный. Думали, что зажжет, вот и останемся. То есть сгорим. Александр вспоминает. Команду «Ложись» дал Виктор, друг детства, сегодня сослуживец. Оказалось, решение было самым правильным и, главное, спасительным для всех. Мужчина не пострадал. Защитникам правопорядка все же потребовалась медицинская помощь. Вместе с Александром и Виктором в стационар направили еще одного полицейского. С ожогом верхних дыхательных путей, ожоги верхних и нижних конечностей. Состояние при поступлении было средней степени тяжести. Ну, проводим лечение. Состояние стабилизируется. Сейчас уже ближе к удовлетворительному. Всего же в тот день к врачам только в Усть-Абаканском районе обратились и 12 полицейских. Каждый выполнял свой долг. Люди в погонах не считают себя героями. Говорят, на их месте так поступил бы любой мужчина. Между тем, руководство районной полиции все же намерено ходатайствовать перед министром внутренних дел о представлении Александра и Дмитрия к наградам. Такими сотрудниками можно гордиться. Хоть и маленький подвиг, но я считаю, они совершили. Даже спася одну жизнь или какое-то имущество граждан. Безусловно, это того стоит. Это то, ради чего мы сегодня работаем. Наталья Громашова, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. Кто виноват и что делать? Два вечных вопроса. На первый ответ ищет следствие, а вот над вторым думают власти. Понятно, что стихия была аномальной и защиты от нее не было, но все же. Многие поля заросли травой, тогда как в прежние времена возделывалась вся земля и никаких палов не было. Кому-то из фермеров надо не лениться и очищать землю от бурьяна, а не идти самым легким путем, просто сжечь его. И своя идея у Виктора Зимина. Есть такой вариант, сейчас будем обсуждать его. Может создадим фонд, торги проведем, создадим структуру, которая бы в целом отвечала за эти все вещи по республике. Нам проще сконсолидировать все деньги, родить, создать предприятие мобильное с хорошей техникой, платить ему деньги, чтобы он не в соответственность. На этом у меня все. Завтра корреспонденты Вестей расскажут о том, как продвигаются восстановительные работы, а также о других изменениях в жизни республики. Пусть они будут только позитивными, несчастья уже достаточно. Я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова